ПЕСНЯ Сокращаются вооруженные силы. Сегодня это реальность. Боевое знамя. Символ воинской чести, доблести и славы. Знамена сокращаемых частей занимают место в строю музейного фонда. Более 20 тысяч их хранится здесь. История каждого боевого знамени – это героическая страница истории нашего государства. Советские воины жертвовали жизнью, но ни одно из этих знамён не склонилось в бою перед врагом. Сокращение армии – веление нового времени. Эти знамена навсегда сохранят для потомков хронику наших дней. Взрывы – это уничтожаются ракеты. Иностранные наблюдатели на нашем ракетном полигоне. Вчера бы мы сочли всё это абсурдом. Железным казался довод – оборона – сфера закрытая. Но тает лёд недоверия. Укрепляются человеческие надежды на мирную жизнь. Вот и с американцами договорились. Уничтожаются ракеты средней и меньшей дальности. Уже более тысячи их ликвидировано с советской стороны. Строго соблюдают договорённость и Соединённые Штаты. Созданы национальные центры по уменьшению ядерной опасности. Советским центром руководит генерал-майор Медведев. Центры по уменьшению ядерной опасности, а их два – в Москве и в Вашингтоне, были созданы в соответствии с советско-американским соглашением от 15 сентября 1987 года. Само создание центров стало возможным в результате воплощения в жизнь нового политического мышления. Созданием этих центров стороны СССР и США выразили своё явное стремление к уменьшению опасности возникновения ядерной войны. На центры был возложен большой объём работы связанной с передачей информации о состоянии ракет средней и меньшей дальности, об их количестве, местах размещения. Годы перестройки разбудили политическое сознание советских людей. Воистину, что не человек, то свой взгляд, своё суждение. Мы с братом учимся на 4-м курсе в Ленинградском военном училище. И наше мнение о сокращении армии следующее. Мы хотим сказать, что меры, принимаемые нашим советским правительством по отношению к сокращению армии, совершенно правильны. Этим мы качественно повышаем её состояние. И в будущем её надо дальше сокращать до оптимальной потребности. Я недавно вот отслужил в армии, гимнализовался, служил в военно-транспортной авиации. Но очень много говорится про армию, чем она должна заниматься. Ну вот лично я считаю, на мой взгляд, что армия должна заниматься своей непосредственной задачей. То есть есть какие-то там лишние резервы, ну, конечно, это редко бывает, можно привлечь хозяйственные задачи. Это только отвлекает солдата, расхолаживает дисциплину, всё это. Так что армия должна заниматься своей непосредственной задачей. А вот мнение настоятеля Троицкого собора на Ленинских горах в Москве протоиерея Сергия Суздельцева. Все конфликтные ситуации, не только внутри нашей страны, но и на международной арене, они должны решаться мирным путём, но не при помощи оружия. Поэтому эта мера сокращения вооружённых сил послужит самым благим начинанием в деле восстановления народного хозяйства и во всех сферах нашей великой страны на пользу всего народа. Нынче всё наше общество пришло в движение. Много-много вопросов ставит жизнь. В них и сомнения, и тревога, и размышления. Предлагаю все средства, полученные от сокращения армии, направить на развитие народного образования. Решили армию сокращать. А как будет с обороной страны? И повторится ли 41-й год? По всей стране проходят собрания, митинги, встречи. Вот одна из них с депутатом Верховного Совета майором Золотухиным. Как я отношусь к сокращению вооружённых сил? Вы знаете, я отношусь очень положительно, потому что понимаю, что речь идёт не о том, что мы какую-то боевую часть наших вооружённых сил выводим из нашей армии. Мы уже сократили студентов. Не призывать их дальше, это тоже такое положительное решение принято, и они тоже входят в то общее число, которое будет сокращено. То есть всё это сокращение следует подразумевать как приведение наших вооружённых сил к тому самому естественному состоянию, к тому естественному количеству, которое может в настоящее время наша страна обеспечить для вооружённых сил. Вологодская земля, русский север. Безымянный летописец оставил нам свидетельство, что места эти были обжиты славянами ещё в одиннадцатом веке. В одиннадцатом веке обжитые, а в двадцатом... Бездорожье. Оно стало драмой для всей нечернозёмной зоны России. Жить так стало невозможно. Спохватились, когда уже умерли тысячи селений, обезлюдили дома. Пришло время возрождать российскую глубинку. Центральный комитет партии, советское правительство приняли постановление о государственной программе строительства и реконструкции автомобильных дорог в нечернозёмной зоне РСПСР. И, как всегда, в трудную минуту на помощь стране пришла армия. Более двадцати военно-дорожных соединений прибыли в нечернозёмную зону России, чтобы вдохнуть жизнь в эти исконно русские земли. Дорожные работы здесь, в Тотминском районе Вологодской области, развернули воины соединения подполковника Чайки. В самом начале, когда мы сюда приехали, нас восприняли не очень-то. Не было надежды на том, что мы где-то что-то сможем сделать. Сначала у нас ничего не было, потом начала появляться техника. Ну, конечно, не специалисты, солдаты, ребята, 18-летние, молодые, где-то что-то начало ломаться. И вообще создалось такое впечатление, что вот, приехали, всё сломано, они всё есть, они стоят, они ничего не могут делать. Войска создали очень быстро, не были готовы местные власти и особенно институты все к приёму нашему. Но прошёл год, в прошлом году сдали 20 километров, в этом за полугодие уже тоже имеем 22 километра. Люди получили, один колхоз получил асфальтную дорогу, пароль получил 7,80 километров по ГАСе. Люди возродили. Мы не только дорогами возродили. Я считаю, что мы возродили и всеми проразниками, которые мы совместно с ними проводим, и песнями в Черноземье, которые с ними проводим. Сейчас люди в нас поверили. Началась абсолютно нормальная дружеская атмосфера. Никаких разделений нет. Я считаю, что мы это одно из самых составляющих целых этого района. Да, одно большое дело делают рабочие дорожники и воины. И это тоже примета нынешнего времени. Примета нового возрождения России, которое начинается с труда этих молодых парней. Чем дальше уходят строительные отряды вглубь этого сурового края, тем больше возникает трудности и проблем. А решать их теперь приходится вместе. Тяжелая ноша легла на плечи этих молодых руководителей. Подполковника Валентина Чайки и Сергея Громова, председателя Тотминского райисполков. Громов местный. Председателем работает уже четвертый год. Дела района знает досконально. Сегодня председателю нужно быть зоотехником и агрономом, строителем и экономистом. Это хозяйство в прошлом году написало в газете объявление «Сельскую жизнь» о привлечении сюда трудоспособных. Но сегодня нам пришло сюда писем где-то в пределах 500 штук. Едут там семьи для переселения. И вот эта дорога, нам дало на сегодня ускорен темпами построить жилье. А если жилье будет, то, естественно, другие вопросы у нас будут решаться совершенно уже по-другому. В конце вот этой дороги находится у нас колхоз «Большевик». В этом году сейчас мы пускаем там восьмилетнюю школу. Первую восьмилетнюю школу в том хозяйстве. До этого там только была начальная школа. И, конечно, этот участок дороги, который мы сегодня построили, он как-то нам позволил ускоренные завести туда и материалы, и людей для строительства. Дороги, которые строили в Черепаннике, на Доможирово. Раньше ездили часа два-три, а то по полсуток. Но сейчас мы до этого хозяйства едем минимум 30-40 минут. Строим дорогу не только по центральной усадьбе или где-то вдоль колхоза, а уже дорогу подвели к конторе, к сельскому совету, к каждой ферме, где прошла дорога, к каждому двору, к каждому деревню. В армии говорят, там, куда пришел военный строитель на год, жизнь остается навечно. Вот и стало больше оставаться на Вологодчине демобилизованных сержантов и солдат. Возвращается жизнь в эти места, а значит, и повышается надежда на возрождение русского вечерноземья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 В соответствии с телеграфным распоряжением штаба военно-транспортной авиации экипажу капитана Кириллова выполнить специальное задание по перевозке четырех единиц колесной техники взлет с аэродрома «Витиск» в 9 часов 29 июля. Перевозка платная, оформить наряды на платную перевозку. Коммерческий рейс, ходорасчетный договор и чисто гражданские понятия становятся привычными для военных лётчиков. Вторую профессию обретает сегодня военно-транспортная авиация. Экипаж Андрея Кириллова совсем молодой. А задачи, кроме учебно-боевых, полётных, приходится выполнять самые разные. Ведь как грузить сельскохозяйственную технику в военном училище не преподают. Время больших перемен. Сегодня военный Ил-76 с народно-хозяйственными грузами, медикаментами и продовольствием, черешней и помидорами встретишь и на Крайнем Севере, и на Дальнем Востоке, в Нагорном Карабахе и в Арктике. Да, сегодня военные лётчики вносят немалый вклад в решение народно-хозяйственных задач. Но и трудностей возникает немало. О них размышляет командир авиационного полка, полковник Алексеенко Геннадий Иванович. Моральное удовлетворение лётного состава тем, что и мы участвуем в решении тех народно-хозяйственных проблем, которые сейчас стоят перед народом. Это первое. Вместе с тем, участие в народно-хозяйственных перевозках на нас налагает определенные трудности и проблемы. Дело в том, что параллельно с этим мы должны заниматься ещё и боевой подготовкой. Но трудность заключается в том, что в основном все подготовленные экипажи, которые здесь должны заниматься молодёжью, воспитанием молодого лётного состава, привлечены на перевозки. Не всегда удаётся работать полные лётные смены тем напряжением, с которым работали раньше. На нас ещё лежит ответственность и задача, участие и помощь в различных критических ситуациях, бедствиях, которые происходят у нас в стране, да и за рубежом. В этом смысле мы самые первые и непосредственные участники ликвидации всех этих последствий. В последние годы практически везде, где случалось вспомогательство, где происходили стихийные бедствия, возникали критические ситуации, там наши лётчики практически в полном составе принимали самые активные участия. Трагедия Армении. И здесь армия первой пришла на помощь. Было задействовано более 350 самолётов. Только за 20 дней после удара стихии в район бедствия было перевезено по воздуху свыше 40 тысяч тонн грузов, около полутора тысяч тонн продовольствия. Воздушный мост работал круглосуточно. КИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИК много добрых дел на счету нашей армии. Но всегда ли и всеми оценивается самотверженность воинов и готовность поступиться многим ради общих интересов народа? Для мира сделаю я много славных дел. Водяки вечные их не забудут люди. И если выйдет все как я хотел о боже милый мир прекрасным будет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok